Вот эта книга, лысая певица Ионеско, я прекрасно была с ней знакома и до того момента, как нам ее показали. Я, наверное, первый раз ее увидела еще участие в институте или, может быть, слегка позже института. И она, можно сказать, что даже как-то повлияла на то, чем я занимаюсь, потому что моя работа все равно тесно связана с театром. Я делаю не только книги, но и фирменные стили для театров, плакаты театральные. И вот эта книга, она про все. То, что я поняла из этой книги, его можно экстраполировать и на любые проекты, связанные с театром. Собственно, вот самое главное, чему нас учит эта книга, что книга, имея литературную основу, все-таки это не только текст, это всегда что-то еще. Книга разворачивается перед нами в динамике, то есть она работает со временем. Разворачивается со временем. Использует ритмы, динамику, белые пустоты, мизансцены. То есть в этом книга, в принципе, похожа на театр. И дизайнер, как, можно сказать, что как театральный режиссер или как кинорежиссер, он вот строит книгу во времени. В этой книге это есть. Мы увидим вот такую сложную динамику от темных, плотных, насыщенных разворотов с большим количеством текста, наложенного друг на друга. Каким-то более светлым, спокойным, вот как немые сцены, скажем, в спектакле. Вот в этой книге мы это легко увидим. Чего нет в книге, в отличие от спектакля, так это голоса. Здесь приходится уже работать как бы с типографическими средствами, вот как дизайнер Массен делает здесь. Для него текст становится тем же, чем для режиссера голос актера. Он может его интонировать каким угодно способом, используя средства типографики и графики. То есть используя, вот даже можно с самого начала начать смотреть эту книгу, когда дизайнер представляет нам действующих лиц. Актеры, каждый из них как бы говорит своим шрифтом. При этом любопытно, что мужчины говорят прямым начертанием шрифта, а женщины курсивом.